Доброго утра вам, дорогие наши телезрители! Вот такие весенние мы сегодня с Владисом. Я уже летний. Несмотря на погоду, тут вдруг решил как-то снег немножко напомнить о себе. А мы с Владисом дарим вам хорошее настроение и желаем доброго утра нашим цветущим видам. Надежда Прохунова, Владос Дедонис, мы рады приветствовать всех вас, друзья мои. И сразу же с дня космонавтики же начнем. Ну, конечно, сегодня. С этим поздравляем самую космическую область и каждого, кто в ней живет. Ну, а в Преамурье настоящими покорителями только уже финансового пространства стали более 13 тысяч амурских школьников. Они приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству. Она проходила с 1 по 31 марта. Число участников в целом по России составило вообще почти 2 миллиона человек. Распознать уловки мошенников смогли 85% участников интеллектуального соревнования. Проанализировать сильные и слабые стороны предприятий 75%. Ну и справиться со сложными заданиями по страхованию, которые впервые были включены в программу онлайн-олимпиады, смогли 11% ребят. В общем, друзья мои, очень интересная новость. Мы поздравляем всех, кто поучаствовал. Ну и вообще финансовой грамотности надо учиться с самого детства. Мы же надеемся, что вы умеете управлять своими денежными потоками, так что расслабьтесь и послушайте, что вас сегодня ждет. Восстановление триумфальной арки и 80-летие 5-й школы Благовещенска. Эти и другие события вспомним в рубрике «День в истории». Всегда ли правильно использовать нож и вилку? Ответ на этот вопрос и другие даст преподаватель этикета Анастасия Горская. Вместе с психологом Антоном Будаковым будем учиться говорить «нет». А со вторыми нашими гостями будем говорить о соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия. Ну и, конечно, не переоценивайте свои силы, берегите эмоциональный фон. Это уже советы астрологов, как вы понимаете, гороскопы второй части программы. В завершении узнаем, какие птиц знают прохожие на улицах Благовещенска. Далее новости. Мы, как всегда, встречаемся через 10 минут. Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем встречать наше утро здесь в компании Надежды Пархунова, Влада Садидониса. И, конечно, мы уже упомянули о том, с каких дат мы начнем. Какой сегодня день? Сегодня 12 апреля. Это день авиации и космонавтики. Я так торжественно это говорю, потому что это действительно праздник, который мы, амурчане, можем праздновать, ну, просто каждый житель области, потому что наша область космическая. Давай немножко историю вспомним. Давай. Как праздник День космонавтики был установлен в Советском Союзе указом Президиума Верховного Совета СССР 9 апреля 1962 года. А международный статус получил в 1968 году. Но самое интересное, что в 2011 году он носит еще одно название. Международный день полета человека в космос. И если уж говорить про полет человека в космос, то он состоялся как раз-таки в 1961 году. Естественно, это был Юрий Алексеевич Гагарин. Величайший полет совершил. И мы вот эту дату тоже не можем не упомянуть, потому что они так или иначе связаны. Ну, конечно, они связаны. Это и отправная дата пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководил главный конструктор Сергей Павлович Королев. Мы и фильмы видели, и наверняка многие знают его биографию. И вот фраза, которую он сказал, только бы слетал и вернулся живым, сказал Королев после старта ракеты на Север. Это была вообще первоначальная задача, которую он ставил перед Юлией Алексеевичем. Но когда, мы, кстати, с Надеждой обсудили за эфиром, когда он уже спускался вот в этой капсуле, проходил атмосферу. И загорел, как это говорится, шло горение капсулы. Он сказал фразу «Я горю, прощайте товарищи». Ну, и, соответственно, приземлившись в Саратовской области, там, близ какого-то семьи, я уже не помню. Дерев, я хочу сказать, я была на этом месте, приземление Гагарина. Это чтица, это место, оно огорожено. Это место паломничества туристов, вообще все, кто почитают Гагарина как первого человека в космосе. Конечно, когда он уже приземлился, все понимали, что историческое событие, историческое произошло. Да. Ну, а теперь к другим датам. 162 года назад Александр II издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге в больнице для рабочего населения. Это очень тоже важное событие, потому что в первую половину 19 века численность рабочих в Петербурге существенно возросла. В связи с этим участились эпидемии, болезни. Ну, а для того, чтобы работоспособность и... КПД не падала. Да, КПД не падала, нужно было как-то этих рабочих лечить. Неофициальные праздники, быстренько пробежимся. Всемирный день хомяка. Класс. День рождения рок-н-ролла. Ой, это мы всегда за. Международный день осознанных сновидений. Это очень непростое занятие видеть сновидения осознанно. День плетения солнечных лучей. Я не знаю, если кому-то сегодня удастся что-то сплести солнечных лучей, обязательно расскажите нам потом об этом. Ну, а лучше посмотрите нашу следующую рубрику, в которой вы узнаете, что интересного происходило в истории нашей области в этот день. В Благовещенске начали восстанавливать Триумфальную арку. В фундамент заложили первые мраморные кирпичи. Работы проводили за счет пожертвований благовещенских предпринимателей. На стройку потратили около 10 миллионов рублей. Реконструкцию планировали завершить ко дню города. За 2010 год почти 90% территории Муравьевского парка выгорело. Сотрудники решили пригласить директора лаборатории полевых исследований Международного фонда охраны журавлей. Американский эколог Джеб Барзен учил амурчан правильно пускать палы в Муравьевском парке. Под его руководством провели контролируемые отжиги сухой травы. Школа номер 5 областной столицы отпраздновала 80-й день рождения. Экс-глава города подарил учебному заведению сертификат на 2,5 миллиона рублей. В общественно-культурном центре провели торжественное мероприятие. Собрали выпускников прошлых лет, педагогов, учеников. Гостей торжественно встречал Духовой оркестр. В Углегорске встречали знаменитых гостей. Город посетила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос. На торжественном мероприятии возложили цветы к памятникам Юрию Гагарину и Константину Циолковскому. В течение дня провели автограф-сессию с прибывшими звездами. За круглым столом обсудили перспективы развития космической отрасли. В Свободненском районе тушили крупный природный пожар. Более 300 гектаров земли было пройдено огнем. Пожарные сумели остановить пламя в километре от села Устпера. В тушении были задействованы 29 человек и 5 единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось за 17 часов. В следующей нашей рубрике мы будем говорить о стереотипах в поведении и в правилах поведения. У нас сейчас мифы развеет преподаватель этикета Анастасия Горская. Добрый день, меня зовут Анастасия Горская, я преподаватель этикета. И сегодня мы поговорим про стереотипы в этикете. Если вдруг вам кажется, что вы знаете про этикет все и вам не нужно ничего изучать, этот выпуск точно для вас. Например, я изучаю этикет постоянно. Да и вообще, у нас в России слишком много стереотипов, связанных с этикетом. И сейчас мы их и обсудим. Например, стереотип про то, что интеллигентный человек всегда есть с помощью ножа и вилки. На самом деле, ножом режут только крупные куски мяса, мясные стейки. Ножом режут какие-то крупные куски овощей и сыра. И совершенно не нужно резать ножом, например, пиццу. Или котлеты. Это считается даже дурным тоном. То есть вы можете в правой руке также держать нож, в левой руке вилку. Но при этом не пользоваться ножом для того, чтобы резать. А просто для того, чтобы помогать себе накладывать. Когда-то слышала такое мнение, что красиво держать бокал вот таким вот образом. На самом деле, бокал держат за ножку. Если у бокала ножка короткая, можно мизинчик держать снизу. Но обязательно за ножку, чтобы не оставлять отпечатков на чаше бокала. Слышала и такое мнение, что вилку красиво держать вот таким образом. Но на самом деле, держать вилку вот так, это то же самое, что и вот так. Правильно держать вилку все-таки вот так, ставя подушечку указательного пальца вот на это место. Чтобы можно было накалывать. Если же вы едите, например, салат оливье, для которого желательно держать вилку как ложку, тогда и держим ее как ложку. И никакими другими странными способами. Есть и такой стереотип, что локти на стол ставить нельзя категорически. На самом деле, ставить локти на стол допускается. Но только в том случае, если нет полной сервировки. И если женщина, которая себе это позволяет замужем, и таким образом как бы демонстрирует свое обручальное кольцо. Кроме того, она как бы делает комплимент своему мужу, не только демонстрируя, что она замужем за этим прекрасным человеком, но и показывает бриллианты, которые подарил ее муж. Ну и, пожалуй, то, что, мне кажется, многие считают смертным грехом – это показывать пальцем. Показывать пальцем, согласно европейскому этикету, допускается. Главное – не показывать на людей. Многие считают, что если вы показали вот так, или как-то так, в общем, полной ладонью, то правила этикета вы не нарушаете. На самом деле, если вы покажете на человека полной ладонью, рукой полностью, как угодно, человеку может быть неприятно, особенно если он это заметит. Но показывать пальцем, например, на еду, на что-то интересное за окном – это вполне допустимо. Конечно же, в России привыкли немного к другому, поэтому именно из уважения к стране все-таки на что-то, находящееся на столе, желательно показывать не пальцем, а, как мы привыкли, полной ладонью. Если вы хотите быть уверенными, что в чем-то разбираетесь на 100%, просто постоянно изучайте этот предмет. Дорогие друзья! Все, как мы любим сейчас в погоде с ладосом. Ну, конечно, кто-то себя чувствует не очень хорошо в такую погоду, когда пасмурно, кто-то гораздо лучше. Надо сказать, что это нормальная погода для весенних дней. Будут еще солнечные дни? Обязательно, не настраивайтесь. Давайте мы посмотрим, когда и где. Сложно ли вам, Надежда, сказать слово «нет»? Да, сложно. Особенно было сложно говорить «нет» вот как-то в подростковом, в молодом возрасте. Вроде же надо, вот тебе предложили, и надо на все согласиться, вот о душе. А сейчас легче. Нет, не хочу, не могу, не нравится. Интересная тема, на которую, как вы понимаете, естественно, мы должны поговорить с нашим личным психологом. Антон Кудаков у нас в студии. Доброе утро. Антон, доброе утро. Вообще, это проблема научиться говорить твердое «нет»? Да, для многих прямо это проблема. Откуда она, с детства? Да, да, это же страх отвержения. Что если я скажу «нет», ко мне как-то будут относиться не так, как бы мне хотелось. Игнорировать, агрессировать. Со мной не будут общаться, и я боюсь, например, сказать «нет», потому что боюсь, что меня кто-то отвергнет. Но нужно же научиться говорить «нет». Необходимо. Необходимо. Когда мы не говорим «нет», мы идем не своей дорогой, не своей жизнью. Мы, не понимая, что мы чего-то не хотим, мы это делаем и чувствуем потом неудовлетворенность. Вот смотрите, есть так, прогнозирую ситуацию, мне кажется, она наиболее распространенная и наиболее опасная. Когда в подростковой среде или в молодежной среде собирается компания и говорит «а вот сейчас мы» и дальше идут какие-то предложения, да, не совсем здоровые, не для здорового образа жизни и, может быть, даже иногда правоправные. И вот человек, да, для того, чтобы как-то не делиться от этой компании, не может сказать «нет». Что делать родителям, чтобы вот еще в детстве научить ребенка сказать «нет»? Да, тут важно родителям, есть воспитание, есть любовь, есть границы. И важно ребенку уделять достаточное количество адекватных границ. Что ребенок, если говорит какое-то свое «нет», «не хочу доедать», «не хочу, например, это, хочу вот это», в пределах разумного. «Не хочу надеть вот это, а это не хочу», опять же, в пределах разумного. Давать ему границы, чтобы ребенок понимал, что его как личность уважают и его «нет» тоже уважают. И тогда ему не нужно будет заслуживать какого-то вот этого заслуживания, принятия, одобрения в других кругах. Фальшивого. Потому что это как раз ничего общего с настоящим одобрением и с настоящей какой-то дружбой не имеет. Если это будет в семье, тогда он товарищам, так называемым, скажет «нет, ребята, меня здесь принимают». Границы. А если ребенок тебе каждое утро говорит «нет, это я есть не буду», «нет, убирать комнату я не буду», «нет». Если ребенок мне говорит, ну и родителю говорит «постоянно нет», я бы для начала посоветовал родителю посмотреть на себя, потому что наше поведение, наших детей – это либо гены, либо воспитание. Гены, конечно. Да, сразу можно кого-нибудь обвинить. Папины. Хорошо, вот. Конечно, это я часто слышу. Мама скажет «папины», а папа скажет «папины». Да, да, да. Виноват умыли она. Смотрите, раз уж мы заговорили про папу и маму, могу ли я говорить «нет» жене? Конечно. Кстати, да. Можно говорить «нет» всем, если это не нарушает каких-то ваших обязательств, договоренностей и так далее. Можно говорить «нет». Вы же чего-то хотите, чего-то не хотите, у вас есть свои ценности, понимание, что вам важно, что не важно. Вы можете говорить «нет». Вот, господа подкаблучники. Ну перестань ты ладишь прямо подкаблучники. Жена никогда плохого не посоветует. У меня вот еще, знаете, такое наблюдение, правильное оно или неправильное. Мне кажется, что в некоторых странах есть вот как бы наоборот такое понятие, что нет, они умеют говорить, да, вот граждане умеют говорить и отстаивать границы, а вот как раз соглашаться на какие-то вещи, ну, реже. Вот есть национальная, скажем, примета «нет», «да». Ну, я думаю, есть. Я, если честно, не изучал, но я думаю, есть. И это все коренится опять же в детстве. Как родители вот относятся к ребенку, какие они ему шаблоны дают. К традициям, да, определенным. Да, 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 да. Что вот как-то принято договорить, например, «нет» или принято говорить «да». Я не представляю, например, восточные страны, где ребенок, где культ родителей, да, может папе своему или маме сказать «нет» в чем-то. Да, наверное, такое есть. Но опять же, смотри, не только в восточных странах, и на нашей ментальности это тоже отражено, потому что я как бы с детства помню, что мне всегда внушали «надо соглашаться», «надо помогать», «надо говорить «да». А раз «нет», значит, ты эгоист. Это вообще очень мощная манипуляция. Раз «нет», значит, ты эгоист. И часто люди, которые потом уже во взрослой жизни не могут сказать «нет», и даже говоря «нет», они чувствуют вот это чувство вины, испытывают чувство вины, стыда, что я поступаю как-то плохо. Что я отказываю кому-то в чем-то. Да, даже пренебрегая какими-то своими ценностями, своим временем, даже своим здоровьем, но все равно я все-таки соглашусь, чем откажусь, потому что буду чувствовать вину. С этим тоже нужно вот как-то обращаться. В общем, я единственное, что понял, что сейчас надо нашим детям донести эту информацию, очень важно. И научить говорить «нет». Но, опять же, вы объясните кому, да. Воспитателю говорить «нет», наверное, не нужно в садике. Учителю, да. Начальнику. Надо, кстати, говорить «нет» или «нет»? А вот тут, смотрите, «нет», когда мы говорим, мы готовы, должны быть готовы, что человек отреагирует не так, как мы хотим. Он может на нас обидеться, причем «наша нет» может быть вполне адекватным. И мы должны быть готовы к какому-то такому неблагоприятному отношению к нам. И принять это, что я сказал человеку «нет», не хочу я идти куда-то с тобой, да, просто вот не хочу, приболел. Человек обиделся, разозлился, и моя задача принять это, что человек на меня злится. То есть я так понимаю, что не нужно бояться и не нужно стараться быть всем хорошей. Удобной. Удобной. Удобной – это то слово. То есть люди научаются говорить «нет». Люди начинают понимать, что моя жизнь ограничена временем, что оно ценно. Если я буду проводить время с теми, с кем не хочу, так, как не хочу, то я его теряю. Ах, вот оно как. Сейчас до меня дошло, почему именно с возрастом ты начинаешь понимать, как важно говорить «нет». Это именно из-за того, что ты начинаешь ощущать, как скоротечное время. И ценность себя. Ценность своего времени, ценность своих желаний и ценность себя в общем. Мне кажется, еще приходит определенная уверенность уже в себе тоже в возрасте. И вот эту уверенность нужно начинать воспитывать в детях для того, чтобы они умели говорить «нет». В общем, друзья, к какому выводу мы можем прийти? «нет» тоже нужно говорить. Даже не то, чтобы «нужно», а «необходимо», как мы сказали в самом начале. Но, опять же, надо понимать «кому». Я все-таки, знаете, как настоящий мужчина, как подкаблучник, это, кстати, не оскорбление и не обидное слово. Настоящий мужик, он всегда подкаблучник. Можно говорить «нет» и «жене». Очень интересно было бы посмотреть. Очень ред с любовью. Очень ред с любовью и уважением. Любовью, да. Антон, как всегда, спасибо огромное. Спасибо вам. Разъяснил, все понятно. Будем надеяться на следующую встречу, в которой мы поговорим еще о чем-нибудь интересном. Спасибо. Ну, а мы, как всегда, в свою очередь, прервемся буквально на 10 минут, дабы ознакомиться с основными событиями Амурской области. Новости в нашем эфире. Доброе утро, дорогие наши телезрители. И вновь. Здрасте. Владос Дедонис. Надежда Порхунула. Мы в зеленом. Хотя вы сегодня могли бы перепутать нас. Нет, все дело в том, что мы, не сговаривая сегодня с Владосом, как-то настроились на летний лад. Да. Почему бы это? Наверняка здесь виноваты звезды. Сулят ли нам что-то. Давайте вот мы сейчас и узнаем с вами поподробнее гороскоп на сегодня. А именно. Давай, начало дня. В начале дня лучше не решать важных вопросов, особенно если они связаны с работой. А, проще всего не идти туда. Легко переоценить свои силы. Вторая половина дня будет более благоприятная, дорогие наши телезрители. Она позволит получить ответы на важные вопросы, определиться с планами на будущее. Но все же эмоциональный фон, как всегда, нестабилен. Возможно, частые перемены настроения, приступ прозражительности, беспричинного гнева. Старайтесь себе это потушить и замечать даже незначительные поводы для радости. Вообще, я считаю, что вот этот прогноз, он должен быть на каждый день. Потому что для радости у нас все предостаточно. Ну что, давайте быстренько посмотрим гороскоп для каждого знака зодиака. Овны, начните неделю с обдумывания и планирования. Это касается не только работы, но и личной жизни. Тельцы. Не упускайте из вида то, что ведет к финансовому благополучию. Есть шанс прилично заработать. Не отвлекайтесь на пустяки. Близнецы. Неудачная тактика поведения. И вы в казусной ситуации. Обратите внимание на это и сделайте правильный вывод. Раки. Летать в мечтах и бежать за иллюзиями – дело опасное, да и толка от него будет маловато. Реалистичный взгляд на все без ограничений. Львы. В рабочей сфере не исключены происки конкурентов и нереализованные идеи. А вот отказов и разочарований в любви не будет. Девы. С большой натяжкой этот день можно назвать удачным. Но вы постараетесь сделать его таким. Весы. Во всем включайте логику и разум, чтобы не проиграть конкурентам. Скорпионы. Держите эмоции под контролем. Энергетический поток разрушающий. Сожалеть придется о многом. Стрельцы. Сегодня нежелательно что-то откладывать в долгий ящик. Вы должны работать и действовать здесь и сейчас, чтобы получить результат. Козероги. Общение со всеми людьми пройдет на высоком духовном уровне. В амурных делах шахматная партия. Водолей. От многих заданий отказаться не получится. Статус не тот. Лучше выполняйте и не размышляйте, чтобы достичь успеха. Рыбы. Груз проблем в финансовой сфере поможет разрешить близкий родственник. Долго дайте точно в срок. Несколько соревнований по пулевой стрельбе из пневматического оружия прошло в Благовещенске. А именно, первый этап Кубка Амурской области и открытые городские соревнования города Благовещенска. Более подробно об этом виде спорта мы сегодня поговорим с председателем Амурской федерации пулевой стрельбы Романом Березином и председателем Амурской федерации практической стрельбы Максимом Братухиным. Здравствуйте, с чем вы к нам пришли? Ой, это красота. Я привыкла, ну, что пистолет, ну, просто пистолет. Это что? Это пневматический пистолет для спортивной стрельбы и для пулевой стрельбы. То есть не применяется профессиональными стрелками-спортсменами. Лёгкий, хочется сказать, что он очень лёгкий. Специально, да, чтобы это было и тяжело, да? Я хочу тебя разубедить, помимо того, что тебе кажется, что он лёгкий, во-первых, он эргономичный, под каждую руку есть определённая… То есть делается ручка, да? Да, и причём вот здесь ещё не видно, но у Романа есть пистолет его личный, я с него пытался стрелять. Так, а почему ты вот рассказываешь? А, я, да, Роман… Давайте-ка, мы расскажем. Роман, расскажите, у спортсменов своё личное, да, оружие, как правило? Ну, профессиональных спортсменов, да, кто имеет уже там первый разряд, КМС, мастер спорта, они, как правило, приобретают собственное оружие, под себя его настраивают полностью. Ну, а для начинающих спортсменов, конечно, применяется то оружие, которое есть в спортивной секции, в частности, вот этот пистолет, он, как бы, не сильно дорогой такой, нашего российского производства «Атаман», и он, как бы, ну, предназначен для начинающих спортсменов, вплоть до первого разряда можно использовать, то есть ручка у него действительно регулируемая, то есть регулируется и спусковой крючок, здесь он не может быть меньше 500 грамм, регулируется скорость вылета пули, то есть специальный хронограф используется, специальные здесь регулировки есть, то есть все очень… Так, в общем, все непросто. Да, все непросто. Смотрите, у нас прошли соревнования. Вот вообще хотелось бы услышать, узнать, у нас спортсмены талантливые в стрельбе, мы вот где-то как-то дальше сможем увидеть. Какие уровни вот пулевая стрельба у нас в городе? Вы знаете, вообще у нас в Алмужской области стрелки изначально я всю жизнь были самые сильные, это просто по моему опыту, сколько я ездил на соревнования, на сегодняшний момент у нас пулевая стрельба, как бы она заново начала развиваться, только, ну, в течение пяти последних лет есть талантливые стрелки, у нас был пробный выезд на перенство Дальнего Востока, от нас ездило пять стрелков, и наши амурские стрелки, благовещенские, трижды заходили на пьедестал, то есть впервые выехали. Это хороший результат для первого раза. Да, это неплохие результаты, да, там бурятия проходили. А с чем это вообще связано? Вот человек может… Аталантия? Да, Аталантия, вот стрелка, потому что человек может, ну, подкачать руки, да, чтобы крепко держать оружие, человек может надеть, я не знаю, очки, прицел взять и все равно не стрелять метко. А кто-то стреляет, берет три раза, потренировался и… Больше это, конечно, усидчивость, ну, и целеустремленность. То есть это вот… Ну, то есть все-таки, если тренировался, тренировался. Более усидчивый должен быть человек целеустремленный и, конечно, большое количество тренировок, ну, и от тренера зависит, что, который все ошибки выявляет и поправляет вовремя стрелка, то есть чтобы он не допускал … И встать, да? Я хочу спросить, вот, смотрите, мы когда у вас были, я заметил, что к вам ходят прям маленькие дети. Да. А сколько лет? Сколько лет? Ну, вообще, к официальным соревнованиям, что городским, что областным, допускаются дети с 10 лет. То есть с 10 лет можно присваивать разряды, но у нас ходят даже и 7-летние дети, и 9-летние. Вообще рекомендуем с 9 лет начинать заниматься этим спортом, потому что ребенок уже более-менее сформировался, чтобы начать заниматься и к 10 годам уже получить какой-то опыт и поучаствовать в официальном соревновании. Семи лет, конечно, рановато, но… Я прям даже просто сижу вот так, потому как ребенок… Я тебе расскажу, действительно, они сидят, да, стреляют, и стреляют великолепно. Ну, поймем там, понятно. Это одно из упражнений в городских соревнованиях, по которому присваивается разряд, называется ВП-20, то есть это сидя с упора стрелок осуществляет 20 выстрелов. С 20 выстрелов максимально возможно 200 очков выбить. Ну, минимально, чтобы сдать на третий разряд, надо выбить 168. Ну, некоторые дети у нас даже 7-летние и 195, и 199 выбивают. У меня сразу, кстати, еще один вопрос, который наверняка зададут наши зрители. А в чем отличие вот Федерация пулевой стрельбы и Федерация практической стрельбы? Ну, пулевая стрельба – это более классическая стрельба, то есть она у нас давно, со времен СССР существует, правила вида спорта были разработаны, то есть это стрельба в основном стоя, без всякого передвижения, то есть по статическим мишеням. Из пистолета? Да, из пистолета и винтовки. То есть у нас еще и с огнестрельного оружия тоже есть, мелкокалиберного, в пулевой стрельбе есть виды, с револьвера даже есть, с винтовки большого калибра есть стрельба, но это все стоя и по статическим мишеням. Ну, это олимпийский вид спорта. Да, олимпийский вид спорта. А практическая стрельба – это достаточно молодой спорт, это динамичная стрельба, стрельба вся передвижение. По движущимся мишеням? Нет, мишени стоят хаотично, мишени стоят хаотично, не так, как в пулевой стрельбе, и стрелок должен поразить эти мишени, передвигаясь. Сам передвигается. Сам передвигается, да, то есть он стреляет все на скорость, время, скорость. Это больше как, ну, мы даже применяем тренировки практической стрельбе и тренируем сотрудников силовых структур. Ага, вот. Да, то есть они как бы более подходят именно для динамичности. Давайте я расскажу вот про это. Про эту красоту. Ну, потому что, да, вот мы чуть-чуть поговорили, что это такое? Это винтовка. Это винтовка спортивная с большим количеством настроек под конкретного спортсмена, под конкретного стрелка зависит от роста, от длины рук, то есть от длины шеи, то есть расстояние там от глаза до подбородка, все регулируется полностью. То есть высота прицела регулируется, высота щеки, длина приклада регулируется, то есть упор сам регулируется, рукоятка может меняться, регулироваться, ну, все полностью для именно сделано, чтобы… Для тренировок разных людей. Для тренировок и для соревнований. Вот эта винтовка очень дорогая, она подходит для соревнований любого уровня, хоть чемпионатами. Вот такой вопрос, вот времени катастрофически мало. Все-таки, если люди захотят прийти, начать тренироваться, оружие предоставляется? Да, предоставляем оружие. Предоставляем пули, тренер, естественно, мишенной установки, все это. Спортивные костюмы тоже предоставляются. Да, спортивные костюмы, потому что действительно человеку сложно… Костюм там специально, он такой жесткий. А, да? А я еще думала, господи, ну что же там, надо какой-то костюм, что ли? Раз, пришел, мы стреляем. Для пистолета никаких, только спортивная форма просто. А для винтовки? Джинсов, допустим, запрещено стрелять там в больших ботинках длинных, там типа берцов запрещено стрелять. А потому что стоишь, да? Это с пистолета. Я предлагаю вот здесь прерваться, потому что всех секретов мы не раскроем так или иначе, поэтому мы приглашаем абсолютно всех, кто заинтересовался, заниматься вот такой вот… С пулевыми видами спорта, правильно? Да, пулевыми спорта. С пулевыми спортом. Да, пулевыми спортом. Это причем олимпийским видом спорта. Ну, да, будем спортом. Спасибо вам огромное, удачи на следующих соревнованиях, которые не за горами, я знаю. Спасибо вам огромное. Весна, друзья мои, птицы возвращаются из теплых краев. Самые хитрые, мне кажется, птицы не самые хитрые. Это да. Мы тут пережили зиму, а они, значит, где-то там вот теплых. В теплых континентах. Да, а ты знаешь, что пернатые живут на всех континентах, ладуси? Ну, вообще, да, я догадывался об этом. Даже в Антарктиде. А, ну, если ты про этих… Пернатые. А, именно пернатые? Сейчас на нашей планете проживает более 10,5 тысяч различных видов птиц. Ну, как их всех запомнить? Всех. Давайте мы узнаем, знаете, наши прохожие, жители города, знаете, они хоть какие-то виды птиц? Главное, чтобы нашему корреспонденту не попался какой-то очень пытливый орнитолог. Воробья знаю, синицу знаю, ласточку знаю, сороку знаю, ворону знаю, филина даже знаю. Ну, какие там еще? Глухаря знаю. Воробьи, сороки, вороны, синички, гаечки, серые сороки. Ласточка, синица, воробей, журавль, ворона, голубь, стрижь, киви. Там попугаи, курицы, цесарки, фазаны. Там много кто? Павлины. Ну, самые, наверное, встречающиеся воробьи, голуби, вороны, сороки, ястребы, соколы, орлы, грифоны, даже синицы, ласточки, альбатросы, чайки. Голубь, воробей, сорока, ворона. Не знаю, какие. Курица. Вот сойки. Сойки я хорошо знаю, они у меня, где я живу, часто прилетают. Сойки такие красочные птицы, чуть больше голубя и пышнее оперение. И самцы у них очень красивые, такие яркие. Грачи, перелетные птицы, жаворонки, ну, соловьи, снегирей. Так, ну, смотрите, утка-мандаринка, красивая птичка. Ну, голуби у нас, тут очень много голубей, воробьи, жаворонки. Жаворонки, это уже кто-то встает рано. Кто еще у нас здесь есть? Ворон. Ну, у нас здесь в Благовещенске очень много уток тоже бывает. Можно пойти покормить их где-нибудь. Хищных, домашних, орлы, курицы. Все одинаково. Воробьи, синица, ласточка, голуби, кто-то чего, кукушки. Да, много очень знаю. Ну что ж, наши дорогие жаворонки, просыпающиеся раньше всех. Наши зрители дорогие. И, конечно же, не менее многоуважаемые совы, которые только-только глаза открыли. Мы надеемся, что мы подарили вам немножечко хорошего настроения, полезной информации уже чуть-чуть побольше. Ну, а самое главное, сегодня будьте бодры, веселы. Пусть у вас здесь сложится так, как вы себе его задумали. Влада Сдидонис. Надежда Пархунова, шлем вам немножечко позитива. И до новых встреч. Пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова